Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю показывать острые перцы, которые я занесла домой, и рассказываю о них более подробно. Я уже мельком их показывала, там где в одной кучке стоят, теперь говорю о каждом отдельно. Перед этим был перец у нас, а, вот этот, декоративный орликино, который маленькие головочки. Сейчас я вам расскажу о перце, который предназначен для выращивания на улице, или в открытом грунте, или в теплице, который я просто попробовала испытать, будет ли он расти в домашних условиях, потому что в характеристике к этому сорту написано обильное и продолжительное плодоношение. Но так как я живу в сибирском регионе, у нас лето короткое, заканчивается рано, это вот нынче осень затянулась, а обычно уже в сентябре заморозки, то я посадила его в ведро, вот видите, он в ведре, и он выращивался у меня в огороде на балконе. Это острый перец вихрь, про которого написано, что высота 50 см, перчина у него намного больше, чем у всех остальных, видите, он как настоящий, прям как сладкий перец, огромные такие перчины, и толщина стенки 4 мм. Если остальные более тонкие, вот висит у меня здесь рядом, вот он, бараний рог, он чуть повыше, и у него вот этот сам стручок 20 граммов указывается, а у вихря 40 граммов, то есть это прям полноценный такой стручок с толстой стеночкой, вот я разрезала, но они у меня уже немножко подсушенные, но они все равно толстостенные, и очень мясистый он, и в описании, у меня просили указывать, сильно острый или нет, в описании к нему написано, что он слабо острый, но я вот сейчас пробовала, вот видите, и сживала, и сплевалась, почему-то они неравномерные, один я стручок попробовала, он такой не очень острый, даже более подходит к сладкому перцу, чуть горчит, а другой попался такой острый-острый-острый, поэтому тут, не знаю, это как повезет что ли, лотерея, я бы его не назвала слабо острым, вот один, вот обрезала, видите, вот этот потрогала, вообще жгучий острый, а другой, с другого конца обрезала, он такой, как даже сладковатый, еще что хочу сказать, очень хорошо растет в домашних условиях, и вот у меня его показать тоже сложно, видите, он не влез у меня в этот стол, выше вот этого расстояния, где обычно я снимаю, вот здесь у меня лампа, он выше лампы, и хочу вам показать, тут освещения, правда, нет, но все равно видно, что он растет, дальше, дальше, видите, он даже в комнатных условиях у меня формирует вот эти вот головочки, и, конечно, то, что он сформировал, все у него созрело, он у меня рос, еще раз повторю, вот в огороде на балконе, там в пристройке к дому, ни одной обработки за лето, конечно, у него не было, мне было не до него, я помидорами занималась, но в результате, дал хороший результат, и ни одного больного листика, все листики, вот они продолжают расти, они, как, ну, видно, видите, какие, прям зеленые, здоровые, даже с зачатками цветочков, он продолжает жить и расти, значит, то, что у него продолжительное плодоношение, это правда, если бы сейчас на улице были хорошие и благоприятные условия, он бы еще рос, еще давал бы мне вот эти стручки, огромные, красивые, красные, вот это острый перец вихрь, который можно и занести домой, и он еще долгое продолжительное время будет радовать вас, не только вот такой красивой, эстетической картиночкой, если вы поставите его на подоконник или куда-то на стеллаж, но и будет радовать вот такими, прям, я хочу сказать, что хорошими, увесистыми плодами, такого острого перчика надолго хватит, вот для любителей острого перца, мясистый, со стенкой 4 мм, острый перец вихрь, все, до свидания, конечно, если его сравнить, еще отвлекусь, если его сравнить с оранжевым гномиком, то гномик по сравнению с ним, это вообще карлик настоящий, вот у нас вихрь и вот гномик, но есть еще вот такой у меня, сейчас созрел, у меня сегодня день сбора острого перца, семян, язык дракона, он тоже немножко покрупнее, но все равно самый большой в этом году у меня перец вихрь и красивый, прямо украшение дома, все, до свидания.